Друзья, сегодня весь эфир мы говорим о походах, но мало путешествовать по красотам Урала. Надо уметь запечатлеть их так, чтобы дух захватывало, как делают, знаешь, многие фотографы. Да, а мы узнаем, как делают многие фотографы. У некоторого из них. У некоторого из них, да. У нас в гостях Сергей Гарифуллин, фотограф-путешественник. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Сережа. Он нас будет учить любить Урал прямо сейчас. Начнем это делать. Сереж, как ты считаешь, какие у нас самые красивые места на Урале? Вот как фотограф. На Урале очень много красивых мест. Будет и Южный Урал, и Северный Урал, и Средний Урал. В этом году я посетил очень много мест, в том числе и Калиновый Калер, по которому вы раньше рассказывали. Бали. На Бали, да? Да, райский Бали. А вот правда и на фотографиях вода такая, да? Да, это правда, это правда. Особенно днем, когда лучи солнца прямо сверху светят и просвечивают воду. Красоте. Так, еще. В том числе я побывал на озере Халака, Каракульском, Шахане. Очень красивые места. Слушай, ну, как будто что говорить? Знакомый нормальный какой-то, да. Я вот там была, например. Что говорить, давайте подробности расскажем. Вот мы знаем, что ты этим летом на Шахане две ночи ночевал под открытым небом, прямо на скале, да? Для того, чтобы сфотографировать. Расскажи, пожалуйста, во-первых, далеко ли добираться до Шахана? 270 километров, но на дорогу лучше заложить 4 часа. Выезд из Екатеринбурга в сторону Челябинска не быстрый. Не лег. Да, и от парковки до самой скалы тоже лучше закладывать около часа. Пешком идти нужно 4 или 2 километра в зависимости от того, насколько ты готов проехать на своей машине по бездорожью. Так, ну вот мы видим фотографии, это как раз они сделаны там, да? Это высота уже, да, на скале получается? Да, это на самой вершине. Фотография здесь. Какая высота у Шахана? Скалы до 80 метров в высоту. Вот это одна из самых высочек точек. Кстати, в одной из ночевок получилось здесь снять северное сияние. Довольно необычное явление в наших широтах в летний период времени фотография была. Это же получается Южный Урал, ну такой. Это Южный Урал, да. Средненький такой. Я тоже впервые увидел северное сияние. Вот это крутая фотография. Это просто фонарик, да, в руках был? Да. Провел там две ночевки, но не подряд, в разное время. Первую ночь, всю ночь снимал звезды, очень увлекся, не заметил. А не холодно было? Обычно холодно в лесу или там на скалах, на камне? Главное, хорошо одеться. А, то есть вот так вот. Термобелье мы говорили о нем сегодня. В том числе. Да, а ты не один там был? Я был там и один, и с друзьями. Сначала их не было, потом они появились? Я в разное время приезжал туда. И второй раз я был с друзьями, и ночевка тоже была очень интересная, потому что я ночевал прямо на скале, спал без палатки. Благо ночи у нас были теплые в этом сезоне. Ну, постелить-то что-то удалось хотя бы? Постелил коврик и спальник, но без палатки. Ну, просто, да, я хочу сказать друзьям, нашим телезрителям, которые соберутся вдруг ехать на Шахан, что там ведь у подножия большой лес, и там еще есть озеро внизу, да? Вот когда я ездила, мы ночевали у озера. И очень удобно там где-то километр дойти до скалы, погулять по ней, забраться на нее, а потом спокойненько себе спуститься, если вы боитесь высоты ночевать на 80 метрах, то можно внизу это сделать, да? Так, ну, давайте поговорим про следующее место. Вот, допустим, Большие Алаки. Это озеро. Озеро. Это тоже Южный Урал, Челябинская область. Это немножко поближе, чем Иракульский Шахан. Примерно 220 километров. Часа три нужно на дорогу закладывать, по бездорожью километров пять. Ну, на легкой машине легко проехать. А в чем особенность этого места? Каменные палатки находятся на этом месте. Очень древнее место, ему более 7 тысяч лет. Ух ты! Очень красивое. Можно погулять между этих камней, посмотреть на природу. Там два озера, Большие и Малые Алаки. Выглядит очень красиво. А они как-то переплетаются, эти озера? Переливаются друг в друга? Если подняться на каменные палатки, с одной стороны будете видеть Большие Алаки, с другой стороны Малые Алаки. А там купаются, потому что на Челябинские озера в основном люди ездят купаться? Я думаю, что там купаются. Я, правда, не видел, потому что я, как фотограф, туда приезжал либо поздним вечером, ночью, либо утром. Не людей снимал, да? Не людей снимал. В это время людей очень мало, но вот ранним утром туда очень много приезжает рыбаков порыбачить. Видимо, там рыбы очень много. Вот-вот, про рыбу, да, интересно. Если наверняка она есть. А ты с удочкой-то не ездишь? Только фоторужьё. Я сам не рыбаю. То есть фотоаппарат, удочка, всё с собой, да? У тебя же две руки. В одной руке это, в другой руке это. И полезно и приятно. Просто дева ни разу не ходила в походы. Я вот делаю выводы каждый раз, когда ты что-то заявляешь. Неправда. На одну ночь ходил. А вот в Пермском краю на Усвинских столбах ты был? Нет. А вот, а Сергей был. Так, Сергей, что там особенного? Очень красивое место. Река Усева. И вдоль Усевой есть скальный массив, называется Усвинские столбы. Он километров 10-15 примерно в длину. И местами там выступают от скалы столбы до 70-80 метров в высоту. Тоже очень красивые виды. А, скалолазы ползают по ним? Скалолазы, там есть скалодромы, скалолазы ползают. Так же, кстати, как и на Уракульских шаханах. Вот, кстати, мы сейчас говорим всё... Посмотрите, какая красота! Про большие достаточно. Да, вы фотографируете, здорово! Да, это, кстати, фотографии только вчера сделал, потому что я ездил туда в ближайшие выходные, ну, последние выходные. Вот мы говорим всё про достаточно серьёзные, ну, конечно, там не несколько тысяч метров, но высоты, то есть туда нужно забираться. Всегда у фотографа есть достаточно приличный рюкзак с фотоаппаратурой. Это несколько объективов, штативов. Вот уже сам начал рассказывать. Что в твоём арсенале? Да, мой стандартный фоторюкзак вмещает фотоаппарат, три объектива, штатив, пульт, два фонарика. Средний вес где-то 6 килограмм рюкзака. Хорошо, но вот есть уже один рюкзак, но нужен же ещё нормальный рюкзак, где будет спальник, тушёночка, я не знаю, ещё что-то. Да, если иду с ночёвкой, то нужно ещё более большой рюкзак, а фоторюкзак кладу в походный рюкзак. То есть это вот те самые рюкзаки на 100 литров, которые больше человека, да? Да, тогда рюкзак получается уже не 5-6 килограмм, а 15-17 килограмм. Сумасшедливо. Давно ли ты увлекаешься фотографией именно такой вот походной фотографией? Пейзажной. Путешествия. Вот походной фотографии не так давно, последние года три. А до этого? А до этого туристическая только фотография. Понятно. Сергей, скажи, пожалуйста, какие планы у тебя на будущий год? Вдруг кто-то из наших зрителей захочет к тебе присоединиться? Мало того, чтобы попутешествовать по Роу, так ещё и мастер-класс получить как от фотографа. Пожалуйста, присоединяйтесь. В следующем году планирую, даже может быть в этом частично, посетить Южный Урал, национальные парки, Зюраткуль, Таганай. И в следующем году также планирую поехать на Северный Урал, на Канжаковские каменеси. Очень красивый. Вот это я там был, вот это я знаю. Вот я официально заявляю, да, Сергей заставит нас полюбить Урал, это точно, друзья. Так, ну, про Урал мы поговорили, а были ли какие-то фотопутешествия за пределы хотя бы Урала, может быть, по России или по миру даже? И по Россию, и по миру были путешествия. Вот самая далёкая точка какая-то. Самая далёкая точка. Ну, в России, я был на Камчатке в 2014 году, очень красивые там места, природа удивительная, мне кажется, не до конца открытая для... Что-то вообще закрытая для всех. Я же наслышала, да, что правда там очень красиво. Очень красиво, я всем рекомендую там побывать. И вулканы вот эти, да? Вулканы, медведи, озёра, реки. В реках вправо плавают лососевые рыбы, прям подходишь к реке, вот такие вот метровые плавают. Она такая, икры надо? Всё, всё как любит суровый уральский мужик. Вот в костюме. Итак, друзья, Сергей Гарифуллин, профессиональный фотограф и турист, нам рассказал о самых интересных местах Урала, куда можно съездить с фотоаппаратом. А вот о самых интересных новостях расскажут наши коллеги, ведущие программы события. Передаём им слово.